Добрый вечер. Здравствуйте. Новости бывают хорошие, бывают плохие. Ну а мы по-прежнему считаем, что новость, над которой посмелась вся страна, автоматически становится хорошей. В студии Елена Кровец. И Валерий Житков. Сегодня только хорошие новости в программе Чистаньюз. В Украине набирает обороты очередной политический скандал. Бывший работник СБУ Виктор Трепак принес в антикоррупционное бюро черную бухгалтерию партии регионов, которую они составили за время своего правления. Согласно этим бумагам, регионалы в свое время потратили на взятки и подарки высокопоставленным чиновникам около 2 миллиардов долларов. Видимо, господин Трепак решил растрепать эти подробности из зависти, так как сам он, судя по всему, до статуса высокопоставленных чиновников так и не дотянул. Оказывается, учет расхода денег регионалов велся довольно просто. В книге напротив каждой суммы стоит подпись того, кто брал деньги и того, кто эти деньги принимал. Таким образом, партия регионов умудрилась создать прозрачную экономику внутри теневой. Бывший работник СБУ также заявил, что взятки в разное время выдавались представителям не только власти, но и оппозиции. То есть, следовательно, можно предположить, что в книге присутствуют все нынешние украинские политики, поскольку власть и оппозиция – это у нас одни и те же люди, которые периодически меняются местами. Ну, а если серьезно, то, возможно, друзья, книга Виктора Трепака – это как раз та украинская идея, которая должна наконец-то объединить нынешнюю власть и нынешнюю оппозицию для общего дела. И это общее дело – уничтожение данных документов. Продолжим. В Фейсбуке появилось подробное описание интерьера кабинета генерального прокурора Украины и условия, в которых любили работать предшественники Юлия Витальевича Луценко. Строительством и оформлением этого помещения, в котором есть массажный кабинет, караоке и даже церковь, занимался никто иной, как сам Виктор Павлович Пшенко. В общем, получается, что Виктор Павлович думал, что слово «прокуратура» происходит от слова «курорт». Валер, с Тшонкой все как раз понятно, но стоит отметить, что до Юрия Луценко там работали еще и Ерема, Махницкий и Шокин. И, судя по всему, их на рабочем месте ничего не смущало. Ну, а если и смущало, то, напомню, грехи можно было отмолить, не выходя из кабинета. Ну, а теперь на очереди очень интересная новость. Лена, сегодня все белокурые женщины отмечают свой профессиональный праздник. Какой праздник? Международный, да, какой праздник, спросила белокура Елена. Это Международный день блондинок, с чем мы, собственно, тебя и всех твоих одноволосчан поздравляем. Поздравляем. Ну, о том, как относятся к этому празднику и к блондинкам в целом наши мелкие специалисты, мы с вами узнаем прямо сейчас. 31 мая, Всемирный день блондинок. Поздравляю тебя, что это делается. Спасибо, но я не блондинка. Нет? Я блондин. А. Ну, а вот в чем заключается эта глупость блондинок? Что они одевают слишком много одежды, даже не на праздники ее одевают. И за рулем они часто тупят. Мама говорит за рулем, потому что обезьяна едет. В народе говорят, что все блондинки, они глупее остальных. Правда это или нет? Нет. Они красивые. Красивые, мы выяснили, да. Но ведь красота никак не влияет на ум. Ум? Нет. Можно быть красивой, но... Ум. Ум. Так. Добрость. Добрость. Эээ, убиральность. Чтобы все было аккуратно. Это главные качества блондинки, да? Ты наверняка знаешь, чем отличается натуральная блондинка от ненатуральной. Натуральная блондинка, она глупенькая, а ненатуральная, просто с белыми волосиками, она их покрасила. Она... У нее еще есть надежда. Она умная девушка, должна себя беречь. Вот тут в народе мнение, что в основном блондинки. Они хотят как-то преувеличить свою красоту, вкалывают в губы какой-то силикон. Я думаю, может, они кажутся так красивее, такие большие губы. И думают, я буду вкалывать, вкалывать, и будут такие большие губы, что можно целого человека вот так смокнуть, и потом не отлипнет. Иногда блондинки себе сиси делают огромные. Ну, наряду с губами. Угу. Сначала губы, потом все, что осталось, этот силикон, они закачивают туда, как ты сказала. Угу. СМЕХ Ну, а как думаешь, как блондинки будут праздновать свой день? Чем займутся? Будут гулять тебе, ходить в парк победы там, где для блондинок. Они себе все подкачивают, и там, и на набережной танцуют вечером голыми. Голыми? Угу, голыми. Прекрасно. В купальниках. Поскольку это все-таки праздник, 31-е, давай поздравим всех блондинок. Поздравляю вас, блондинки. Удачи вам на парке победы, чтобы никакие охранники вас там не... Дорогие блондинки и мамы, будьте красивыми. Прекрасно. И умными. Ну, это в идеале. А вообще мы вас и так любим. Да, чтобы вы лучше были красивыми и бутерами. Спасибо огромное нашим мелким специалистам за столь подробное разъяснение. А мы продолжаем новостью про еще один праздник. Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отпраздновал первую дату. Он целый год у власти. Мнение по поводу эффективности его работы расходится, но на наш взгляд со своей главной задачей Михаил справился. Он целый год у власти. Михаил Николозович, безусловно, пытался навести в Одесской области новые порядки, но ни брюки задом наперед, ни штанины, заправленные в носок, так и не прижились. Одним из самых заметных нововведений Саакашвили стало сокращение аппарата областной администрации в два раза. И за год, всего лишь за год, Одесская ОГА доказала другим областям, что ничего не делать можно и гораздо меньшим количеством людей. Кстати, в Грузии есть такая новогодняя примета, что какой гость зайдет к тебе в дом первым, таким и будет наступивший год. Мы не хотим проводить лишних аналогий, но первыми, кто пересек порох Одесской администрации в новом рабочем году, стали сотрудники Генпрокуратуры и СБУ, которые решили провести там обыски. Ну вот, проверим, работает грузинская примета или нет. Надо сказать, что информация о дальнейших политических планах Михаила Саакашвили неоднозначно. С одной стороны, ходят слухи о создании новой партии в Украине, которую он собирается возглавить, другие заявляют о его намерении вернуться в Грузию. В общем, в связи с этим одинаково напряглись оба государства. Ну а теперь хотелось бы поговорить про киевского градоначальника, который только за минувшие выходные сумел отличиться больше, чем Михаил Саакашвили за весь свой год. Ну, по крайней мере, по нашим меркам. Так, например, на днях Виталий Кличко пообещал возродить киевский ипподром. Видимо, Виталию Владимировичу надоело падать с велосипедов, и он решил попробовать что-то новенькое. Поэтому не исключено, что вслед за появлением новых велодорожек в городе стоит ожидать открытия отдельных полос для всадников, а также гужевого транспорта. Также напомним, что на выходных столичный мэр под проливным дождем открыл фонтан на Русановке. Работа нового фонтана будет сопровождаться яркой подсветкой. Теперь в Киеве легко будет отличить фонтан от ставших для всех привычными прорывов канализации. Если с подсветкой, значит фонтан. Еще об одном нововведении от Виталия Владимировича. Мэр Киева заявил, что в ближайшее время столица откажется от маршруток. Столица какого государства и от каких маршруток, он не уточнял. Но в любом случае своим взглядом на эту новость с нами сейчас поделится наш специальный корреспондент Евгений Кашевой в рубрике «Рот народа». Всем приветствуйте, с вами Жень. Значит, господа, кто не успел передать за проезд, делаем это быстрее, потому что со дня на день в Киеве собираются убрать все маршрутки. Да, это, господа, не шутки. Мы ликвидируем маршрутки. Да, угадайте, кто это собирается сделать? Великий и ужасный Виталий Владимирович. Не, ну я его логику, конечно, могу понять. Он и без маршруток может обходиться. А что делать тем, у кого нет велосипеда? Виталий Владимирович, может, я бы так не кипишовал. Просто, ну, какая альтернатива? Вы что, всех на раме будете до работы развозить? Складывается такое ощущение, что это давняя обида, Вася. Что свой самый первый бой Виталик проиграл именно водителю маршрутки, Вася. Маф, маршрут. Походу, Виталик уничтожает все, что начинается на букву М. Это что получает? Что он так скоро и до малоскольных огурцов-то берет? И это так Виталий Владимирович борется с пробками. Ну, типа, нет маршруток, Вася, нет проблем. Это хорошо, что он не взялся за пенсионную реформу, Вася. Кто бы гонял по дворам, Вася, ликвидировал бы пенсионеров вместе с лавочками. Да, вот, нет, вы что не осознаете, что, ну, это все повлечет за собой цепную реакцию, Вася? Если вы ликвидируете маршрутки, Вася, вы убьете целую систему, Вася, юмористических, Вася, маршруточных наклеек. Для кого теперь будут работать, Вася, авторы вот этих маршруточных наклеек? Авторы таких шедевров, как «Тише скажешь, дальше выйдешь», Вася, или «Хлопнешь дверью, товарно-монтировкой», Вася. Вот. А для кого теперь будут творить мастера шансона, Вася, господин Шуфутинский и его коллега Миша Бублик, Вася? Вы поймите, вы вместе с маршрутками, вы убиваете творчество, вы срезаете целый пласт искусства, Вася. Куда это годится? Вот что делать теперь родителям, которые назвали своих детей в честь маршрута? Богданам. Что, переименовывать или тоже ликвидировать? А что делать женщинам, которые собирали за проезд? Все. Три года обучения псу под хвост. Короче, знаете что, может я, конечно, и зря тут разоряюсь, но думаю, что ничего путнего нашего мэра, Вася, не выйдет. Он мафы до конца не убрал, Вася, так те хотя бы не двигались. За маршрутками он заколебается, Вася, гонят, чтобы их ликвидировать. С вами был Жек. Живите четко, Вася, и привыкайте ходить пешочком, Вася. Слышь, мужик, ты не знаешь, где 25-е останавливается? Знаешь? Ты только Кличко не говори, а то он и тебя ликвидирует вместе с маршрутками. Иши. Спасибо, Евгений, было ярко. Ждем от вас новых, не менее смешных репортажей. Ну, а мы продолжаем выпуск. На минувших выходных одновременно в 55 городах Украины состоялся урок английского языка. Тысячи украинцев собрались на площадях, чтобы побить рекорд Гиннеса. Ходят слухи, что, наблюдая за участниками мероприятия с высоты птичьего полета, можно было прочесть надпись «What are we doing here on Saturday?», что дословно переводится «Что мы делаем здесь в субботу?». Организаторы этого урока уже подали заявку на регистрацию нового рекорда, но в книге рекордов Гиннеса пока не могут разобрать, что в этой заявке написано. А вот Запорожский автомобильный завод на столичном автошоу 2016 презентовал новый фургон «ЗАС Вида». Изначально полное название модели звучало как «ЗАС неоднозначного вида», но затем с целью привлечения большего числа покупателей среднее слово в названии было решено убрать. Что ж, это уже не первый сюрприз от Запорожского автозавода, но в этот раз они поставили перед собой задачу вывести этот автомобиль на европейский рынок. Ну, соответственно, у нового «ЗАС Вида» стоит задача до этого европейского рынка доехать самостоятельно. Продолжим. В городе Саратов разместили интересную рекламу «Интим-магазина». Ну, в виде вырезного купона, который обычно нужно вырезать и предъявить в магазине для получения скидки. Правда, здесь небольшая накладочка. Купон нарисовали на асфальте. Вот, посмотрите. Казалось бы, воспользоваться такой скидкой невозможно, но, судя по состоянию дорог в Саратове, вот, пожалуйста, многие горожане все-таки смогли ей воспользоваться. А вот жительница Томска получила письмо спустя 40 лет после его отправления. Друзья, удивительно. Мы надеемся, что в письме не было никакой важной информации. Ну, типа, отправляем вам Егорку на лето, обязательно встретите его на вокзале. Или, если вы не приедете подтвердить алиби Сергея, то его посадят. Или такое, там, Леха возвращается из армии и говорит, если ты его не дождалась, он застрелится. Филиал Почты России уже принес свои извинения и пообещал провести служебное расследование этого инцидента. Ну, что же, остается пожелать жительнице Томска здоровья и долголетия, и чтобы она дождалась результатов этого расследования. Не менее забавная новость из России. Владимир Жириновский предложил россиянам ограничивать себя в сексе. Посмотрите. В Америке сегодня большинство. Менее десяти раз в год. В год. Мы предлагаем четыре раза в год. Ну, что хочешь сказать, Владимир Вольфович, если в вашем возрасте четыре раза в год – это более чем достаточно, то не нужно всех остальных россиян, скажем так, под свою гребенку. Ну, и опять же, если россиян ограничен в сексе, то чем заниматься в том же самом Томске – вообще непонятно. Ну, а продолжит зарубежная новость и рубрика «Хорошо там, где нас нет». И сегодня мы узнаем, как же хорошо сейчас в Германии, например. Гутен абенд, майны дамы нунхерен. Сегодня с вами гид Ярослав проведет экскурсию по музеям Берлина. И это не будет скучно, это будет весело, ведь мы посетим даже музей марихуады. У меня за спиной старый музей. Здесь выставляют трою. Нет, не кино «Трое». Кино и немцы – это не здесь. Трое, которое разрушили греки. Это Евросоюзу на заметку, что с этими греками поаккуратнее надо быть, а то, зная их, они скоро и в Евросоюзе что-нибудь разрушат. Музей коммуникации. Здесь находится все, что связано с передачей информации между людьми, начиная с первой почтовой марки. Как видите, время идет, а настоящие ценители немецких марок все еще есть. А сейчас, внимание, перед вами красотища красот. Нет, не я. Кафедральный Берлинский собор – самый большой протестантский собор Германии. И опротестовать это не может ни один протестант. Так вот, когда в соборе идет служба, вход бесплатный. А когда служба не идет, он резко становится музеем. Вход – 7,5 евро. Не веруешь? Плати. Мало кто знает, но немцы очень любят скелеты динозавров. Потому что у этих скелетов, как и у самих немцев, ничего лишнего. Сегодня в музей природоведения выставляют нового динозавра. Только вы не подумайте, что это нового динозавра откопали. Нет, просто в этот раз кости по-другому сложили и дали ему новое имя. В этот раз – Тристан. А в этом здании находится самая главная комната смеха в Германии. Кто не вкурил, это музей марихуаны. В этом месте даже в архитектуре допускаются косяки. Трабант – самая смешная шутка автомобилестроения ГДР. Кстати, музей Трабанта – это еще одно место, где допускаются косяки. Из-за такого количества музеев Берлин прозвали Афины на Шпрее. Афины, конечно, не против, но раз квартал, у Берлина все-таки деньги просят. А потом еще и рушат трое всякие. А вообще в Берлине насчитывается около 170 музеев. Спокойно. Все 170, конечно, мы посещать не будем. Но и так понятно, что берлинцы чтят свою историю, чужую историю. И даже официально марихуану не стесняются чтить. На этом все. С вами был гид по столице Германии Ярослав Берлинон фон Леховецкий для Чиста Ньюс. Чус! Еще раз добрый вечер. Напомним, что в эфире Чиста Ньюс – программа, в которой любая новость может прозвучать как хорошая. Сейчас мы передаем слово нашему специальному корреспонденту Артему Гагарину. Артем, вам слово. Всем привет, с вами я, Артем Гагарин. В нашей стране, если кто-то говорит «дорогой 95-й», то это либо фанат квартала, либо человек, который увидел цены на заправку. Но сегодня мы постараемся сделать так, чтобы наших фанатов стало больше, а бензин для них был абсолютно бесплатный. Вот какой интересный у меня собеседник. Первый и сразу. Хорошо. Обычно они нас снимают, а теперь мы их поехали. Каждый день на экранах телевизора вся страна видит одну рекламу со слоганом «Европа нын бы пышалась, а лэ вин наш». Про кого эта реклама? Итак, варианты ответа. Евгений Коноплянко, Олег Ляшко или бензин? Я думаю, бензин. А чё не Ляшко? Потому что он и так наш. В смысле, наш. В смысле, украинка. А, слава богу, а то я уже... Ну ладно, поехали, это тренировочный был вопрос. Прогреем мотор, а теперь в путь. Сколько колес в автомобиле? Четыре. В легковом пять. Угу. В грузовом. И запасное шестое. Так, в грузовом, смотрю в каком грузовике. Запасное колесо тоже считается. Рулевое колесо. Четыре колеса на этом. Ходовые. Я тут запасное. А если водитель наркоман, то от этих колес может быть сколько угодно. Целый яхт. От меня тоже не подловите. Сколько колес в автомобиле? Ну, четыре, если повезет, конечно. А если вообще повезет? Ну, вот сейчас мы пробили, по-моему, колесо одно. И вы достали что? Итого три, итого три. Нет, и достали что вы? Бутылку, бутылку. Бутылку выпили. Да, и? 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 Достали и поменяли что? Шину. Где вы ее взяли? Она была где? В багажнике. Итого сколько колес? Четыре. Сейчас, подождите одну секундочку. Пять. Ладно, поехали. Назовите пять вещей, которые обязательно должны быть в багажнике автомобиля. Лопата, скотч и мешок, на полном. Да-да, и труп, говорите уже. Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки. Сейчас, как будто, да, на пересдаче, на тестирование, да, попал? Алкоголь. Обязательно. Больше тогда и не надо. Оно само поймёт. Пять бутылок алкоголя, я думаю. Давай так, пять вещей, пять бутылок, разного алкоголя. А мне кажется, у вас вообще одна. Пехаль. Ну, там, просто у вас есть пехаль, и тогда у вас в багажнике может появиться что угодно. Как вы думаете, что выгоднее, залить в машину больше дешёвого бензина или меньше, но в дорогого качественного бензина? Что выгоднее? Качественный бензин. Нет. Выгоднее отвечать на мои вопросы и получать этот качественный бензин абсолютно бесплатно. Ну, лучше качественный заливать, а не дешёвый и много. Я ему потом объясню, друзья. На этом всё. Мы увидимся на заправках вашего города. Пока. Спасибо, Артём. Продолжайте заправлять украинцев позитивом. Настало время нашего традиционного хит-парада «Неудачников». И на третьем месте сегодня певец, которого ничто не может остановить. Вот уж в прямом смысле челюсть отпадает от такого пения, да? На втором месте очень ловкий тренер-гимнастки, чего не скажешь о его воспитаннице. А побеждает сегодня неудачливый вор, который решил украсть немножко пивка. Вот я понимаю, что это значение слова «накрыло пивком». Наверное, это первый случай, когда преступника задержал холодильник. Спасибо огромное нашим участникам. Мы, как всегда, желаем им удачи и надеемся, что она им точно пригодится. Новостей на сегодня больше нет. Встретимся с вами завтра вечером, сразу после выпуска Тейса. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!